Что-то я водички рыбасом в пруд перелил. У меня водичка убежала. Оставил я кран открытым. И что-то закопался с делами. И у меня тут болото вон. По всей теплице. Вот такая красота. Ну ничего. Сейчас погода теплая, солнечная. И все высохнет быстро. Плюс солнечный день это дополнительно еще и охлаждает помещение. А рыбам хорошо. Они радуются чистой воде. Посмотрите какая красота. Вы верите, что самый здоровенный карп больше 60 см? А это так. У меня в инстаграме есть еще видео, где они маленькие несколько лет назад. Моя суперсистема фильтрации. Ну в общем. Давайте я вам покажу, чем я фильтрую пруд. Это, наверное, будет всем интересно. Да никому это не будет интересно. Это будет интересно только психам, типа меня. Которые сами делают всякую фильтрацию. И в общем этим и экспериментируют. Потому что все, многие люди покупают просто все готовое. Но это не особо все хорошо работает, честно вам скажу. И стоит очень много денег. Всякие барабанные фильтры, там толковые, путевые. Стоят там по 10 тысяч евро, чтобы фильтровать хорошо. Но я сделал систему фильтрации сам. Сделал для бассейна большого на 12 кубов. Вот для этого пруда сделал фильтрацию сам. Для садового пруда на 50 кубов. И могу вам показать, в общем, как я это все сделал, из чего. Давайте по порядку. В общем, все выглядит вот так колхозно. Это самые дешевые бочки полипропиленовые, которые там бушные. Даже я купил на рынке просто по 1000 рублей. Бочки там по 200 литров. Даже больше, наверное. Вот. На дне пруда у меня находится насос, который качает 10 кубов в час. Изначально я делал закладные трубы, которые мне подавали воду на дно вот этого кольца. В кольце у меня здесь глубина 3 метра. И там у меня росли раньше циперусы. Но циперусы, как и дополнительный фильтр, получается, они были корнями, поглощали всякие вещества. Ну, там азотистые соединения, которые рыба выделяет, поглощали и очищали воду. Но мне не понравилось, потому что на них начали заводиться вредители на самих растениях. Плюс есть еще такое, что растения сами могут выделять всякие вещества корнями для того, чтобы подпитывать микрофлору, то есть и белковые всякие и так далее. Сложные процессы все эти, поэтому здесь есть свои нюансы. В общем, мне это дело не понравилось, но у меня там труба была, она достаточно тонкая, поэтому я решил все переделать. И вот у меня пока идет по-уродски все это моя, получается, подача воды. Она просто из насоса, вот у меня просто лежит шланг, и она качает, в общем, насос, помпа качает воду по этому шлангу через лампу на 70 ватт, 75 ватт ультрафиолетовая лампа. Ну вот снизу ход, сверху идет выход. После этого вода у меня попадает в бочку номер один. Сейчас я вам покажу. Вот бочка номер один. Что сделано в бочке номер один? Бочки номер один на хвост шланга привязаны к колготке на 200 ден. И видно, сколько цигни они собирают. На самом деле, если будет интересно, я помою их как-нибудь. На видео могу снять. То есть я их мою где-то там раз в сутки, раз в два дня. А иногда, когда вспомню. То есть чем больше кормишь, тем больше рыбок, соответственно, выделяют всего в воду, и, соответственно, больше всего отфильтровывается. То есть вот этими копеечным решением, колготки там стоят 200 рублей, мы просто, можно сказать, решили вопрос механической фильтрации. Плюс дополнительно еще бочка, она глубокая достаточно. Глубокая, да. И получается, она еще работает дополнительно как отстойник. То есть совсем мелкие частицы, которые проникли сквозь эту ткань, колготок на 200 ден, они оседают на дне этой бочки. И я просто раз в какое-то время, несколько месяцев, я просто опускаю дренажный насосик туда, на дно, и просто откачиваю канализацию, то, что там на дне собирается. Но в целом они фильтруют очень хорошо. Для того, чтобы их помыть, я просто, у меня есть выключатель, в который воткнут вилка насоса, который находится в пруду, и ультрафиолетовые лампы, я просто одним нажатием на клавишу выключателя выключаю все это дело, подачу воды, и спокойно себе снимаю, у меня веревочкой просто привязаны эти колготки просто на узелок. В общем, снимаю, мою, и все, до свидания. Ну вот, думайте, вот барабанный фильтр покупать за 10 тысяч евро, или сделать вот такую вот фигню. Можно это все оборудовать красиво, задекорировать, но у меня все руки не доходят. Так, в общем, это была часть механической фильтрации. Вы видите, я использую просто везде в качестве переливных труб, 110-я труба, обычная, сантехническая, с углом, которую я просто сделал отверстие в бочках. Есть насадки для резки кафеля на дрель, где ты можешь выставить любой диаметр, вырезаемого отверстия необходимого, и с помощью дреля легко очень сделать нужное отверстие. А чтобы красиво вклеить сюда трубу, просто стержень от клеевого пистолета берешь и феном строительным его разогреваешь и просто заливаешь шов. И труба получается вообще намертвой. И плюс вот этот клей, он к полипропилену, полипропилену хорошо обезжирить тоже, трубу тоже, и очень хорошо все это прилипает. У меня вот уже, наверное, самый такой, старый мой фильтр, первый, который я делал, года, наверное, три простоял, и ничего не потекло. Плюс он достаточно гибкий получается, пластичный, и, в общем, если ты его случайно заденешь, то он не выламывается, а так играет. Ну вот здесь у меня тоже выходная труба, она вклеена на этот же клей. Просто клеевые стержни для клеевого пистолета, просто я беру самый толстый и ими клею, собственно. Фен еще размягчает сам пластик, неплохо, и получается вот такая вот история, и аккуратный шовчик. То есть, вот это, наверное, я последний фильтр собирал, поэтому здесь проклеено все очень нормально, аккуратненько это еще получилось. У меня уже мастерство выросло на третий раз. Четвертый, сколько я уже их сделал, эти фильтры. Что у меня во второй бочке? Во второй бочке у меня вот такая вот история. Вот вода выливается из этой трубы, из бочки номер один. И здесь у меня засыпана биозагрузка. Просто обычная биозагрузка, там для УЗВ их продают и прочую люди. Она может вращаться, может не вращаться. Я ставил туда на дно аэрацию, вот у меня стоит аэратор. Он качает на дно кольца дополнительная аэрация воды. Он раньше у меня качал через эту бочку, через биозагрузку она вращалась. Но мне это не понравилось и не понравилось мне это тем, что когда биозагрузка здесь вращается получается, то мелкие частицы, всякие колонии бактерий, они там разрастают со временем и у какой-то мелкий получается, что весь из бочки номер один туда все равно доходит так или иначе. И получается, что здесь она все равно не оседает, когда биозагрузка вращается постоянно, идет движение этой воды, а она все равно идет обратно в воду в пруд и в общем получается мутноватая вода. А когда у тебя биозагрузка вот так вот стационарно стоит и плюс ее насыпано впритык до дна почти бочки, то есть не немножко, а прям много, то ее в общем она дополнительно получается еще удерживает и работает как хороший отстойник. Помимо того, что фильтрует, работает как хороший отстойник. На трубе, которая уже по которой вода идет в пруд, вот, у меня просто сделано тут, что она просто входит в воду. Я, может сказать, с этой фильтрацией все экспериментировал, потому что мне было интересно, но, конечно, красоту я не сделал, но зато принципиально я сделал ее все правильно, она у меня вся отлично работает. Вот посмотрите, на трубе вот этой 110-й, которая находится в бочке, на конце у меня сделана флейта, ну как флейта, то есть эта труба идет практически до дна этой бочки, то есть вот здесь стоит угол, вот он угол, и на него насажена снизу труба, ее, наверное, там метр, метр с чем-то, наверное, на дне ее находится заглушка, и в ней сделаны болгаркой просто прорези такие по всей длине этой трубы, но сделаны так, чтобы не проскакивала вот эта биозагрузка. Можно взять и насверлить мелкую, ну, дрелью мелкие дырочки, ну, в общем, как угодно, это кто, в чем гораздо. Ну, вот, в общем, и получается, что эта бочка тоже идет как отстойник, то есть, считай, два отстойника, потому что, когда через колготки вода фильтруется, она, получается, медленно очень поступает, проступает вода через всю площадь этих колготок, и получается, что очень, она хорошо распределяется по всему объему бочки, и мелкая зависимость оседает в первой бочке, а потом еще дополнительно оседает во второй бочке. Учитывая, что карповые, вот, сейчас получают где-то килограмм корма в день, у меня вот этот основный пруд, шесть кубов, получается, и три куба в кольце, то есть, девять кубов общий объем еще бочки, получается, четыреста литров, ну, где-то, наверное, может, побольше. То есть, считайте, у меня вот почти десять кубов вот этой воды, которая тут постоянно болтыхается. Пена все равно есть, потому что ничего не сделаешь, скиммера у меня нету, никакого, он не собирает ничего. Плюс килограмм корма в день все равно взвесит, достаточно много в воде, но ничего не цветет, ничего такого, каких-то проблем нету. И фильтрация, вот это получается, но считайте, насколько она дешевая, если не брать стоимость насоса, там, и шланга, ничего, то есть, на тысячу, тысячу рублей бочка стоит, одна бушная, да, такая, на три с половиной стоит, новая такая, если вы будете брать, но обычно, вот эти все синие, не рекомендую брать, у них стенка тонкая, ищите тогда емкости для воды какие-то, ну, что-то попрочнее, ну, хотя к тому, что гораздо, вот, ну, трубы там какие-то еще копейки стоят, в общем, там, грубая фильтр, вот такой, объемом 400 литров, вы получаете себе там, за 5000 рублей, это, я не знаю, копейки, для того, чтобы фильтровать пруд, это просто копейки, ну, насос еще там, можно любой поставить, какой вам больше нравится, собственно, а, еще стоит лампа, денег стоит, она, тысяч 10, наверное, стоит, ну, остальное все, в общем, ерунда, если к этому объему, еще добавить третью бочку, то есть, вот, после второй бочки, где отстойник, получается, и биозагрузка не двигается, если добавить еще третью бочку, где биозагрузка будет двигаться, вращающаяся, то это будет еще лучше, а если добавить еще четвертую секцию, с бэки шауэр, так называемый, где биозагрузка будет сухая, лежать, и в дне бочки будет отверстие, из которого будет вытекать вода, бочка будет наполнена биозагрузкой, а сверху будет флейта, по которой вода будет тонкими струками разбиваться и протекать через эту биозагрузку, то это получится вообще супер-бомбофильтр, и воду в пруду менять туда вообще не надо будет. С моей вот этой системой мне нужно менять воду в пруду, потому что все равно фасфаты, нитраты, все это, нитриты там накапливаются в воде, их периодически нужно сливать. Но у меня этот пруд изначально, в принципе, планировался и так и используется для полива растений в моей теплице. То есть я всю теплицу поливаю из этого пруда, и рыбок я изначально завел для того, чтобы поливать теплицу, чтобы они обогащали воду питательными веществами. У меня поэтому проблем с подменой нет, тем более, видите, вот я могу так забыть, и у меня вот лужа по всей теплице, то есть вода вот из скважины, она проходит через зачистные у меня всякие, ну, то есть там обезжелезователь, аэратор и умягчитель. Потом она поступает, собственно, в пруд на дно кольца, и все. И вот так у меня происходит подмена, то есть я открываю кран и пошла у меня вода из скважины сюда. Но я стараюсь, чтобы вот такого потопа не было, у меня раз в год я вот прощелкаю, и у меня вот такой потоп. Но это, в общем, нечастое явление. В основном я доливаю, когда воду сюда впрут, я нахожусь здесь, постоянно контролирую процесс, и никаких проблем нет. В общем, вот так я вам вкратце описал свою фильтрацию. На самом деле все подробно, даже и не вкратце. И я надеюсь, что будет людям полезна эта информация. Я еще сниму видео про фильтрацию в садовом пруду, потому что садовый пруд у меня, там фильтр и еще примитивнее. И объем пруда там, то есть здесь, если вот 10 кубов, то там 50 кубов. И, в общем, вода там даже еще получается чище, чем здесь. Но здесь карпы крупнее. Хотя там тоже здоровенные, там их 100 штук сидит, а здесь 2 десятка, наверное. Ну, посмотрите, какие лоси. То есть он просто огромен, этот желтый товарищ. Ну, вот я тут прыгал, бегал, они напугались и на дно ушли. Ладненько, в общем, видео сейчас все равно не о карпах, а про фильтрацию. И я, в общем, рекомендую всем экспериментировать. Сизбочек он американцы постоянно делают, особенно если там это кантри-сайд какой-то. Не нужно что-то там супер-мажорного, рыбы недорогие или вообще там их нет. То можно сделать себе вот такой колхозный вариант. Можно его вообще легко здесь декорировать. Можно вообще, если подальше от пруда, у забора сделать специально там для него зону какую-то. Закрыть все это как-то красиво, там досочками сколотить вокруг там или навесиком. И все, на зиму просто осушивать и никаких проблем нет. Я себе сделал здесь так, потому что я говорю, мне можно было, у меня канализация тут тоже есть. Теплица все выкопана, сделана. Можно было поставить барабанник, но он и шумит, и стоит денег. И я говорю, вот то, что по 100 тысяч рублей барабанники продают, типа, наши сборки, там, еще там, Украина. Это все такая шляпа, потому что то подшипники летят, то моторы, то сетка забивается, то пасфатные не отрастают, то еще что-то. И это такая ерунда. А всякие ОАС-фильтры и прочие, это тоже та еще история. Губки там надо мыть постоянно, обслушивать постоянно. То, что есть там, где движущаяся, это фильтрующая сетка, она тоже 200 микрон. Это как колготки на 200 ден, и стоит фильтром 350 тысяч, а может и подороже. И мне кажется, чем 350 тысяч платить, мне кажется, вот пруд можно весь, вот мой пруд, он стоил дешевле, чем 350 тысяч, вместе с работой, с материалами, с выкопкой, со всей фигней. 350 тысяч можно придумать, куда потратить. А вот с помощью такой фильтрации, из бочек, просто с помощью небольшой смекалки, поэкспериментировать, попробовать что-то поклеить, ну не получится, что жалко, что ли. Ну хорошо, еще там переклеил, как-то побольше клея намазал. Вообще, тем более, если там не до красоты, а просто, чтобы оно работало, проблем вообще с этим не будет, чем переплачивать кучу денег и получить сомнительный результат. У меня вот тут уже ребята смотрели, кто там прудами занимается и прочее, вот эту систему им все одобрили. Понравилось. И кто-то взял даже на вооружение, потому что готовые все решения, они стоят намного дороже, чем вот такая вот история. Друзья, я надеюсь, это видео будет полезно тем, кто интересуется рыбками, прудами, и вы сделаете себе хороший фильтр, и ваши рыбки будут счастливы. Мои рыбки счастливы, потому что съедая килограмм корма в день, его переваривая и выделяя, они очень хорошо себя чувствуют, и вода у меня достаточно хорошая здесь. Я сниму еще видео про садовый пруд, его фильтрацию, поэтому всем пока, до связи.